здравствуйте я татьяна и вы на моем канале который так и называется татьяна кельмяшкина ну что посидим поговорим повяжем я вместе с вами вспомню что же у меня на спицах что связано что собираюсь вязать потому что как-то после деревенских каникул я это подзабыла хотя справедливости ради надо сказать что вязание я с собой брала и зная о том что вернее предполагая что вязать скорее всего не буду брала я с собой и пасмочки мол хоть пасма вечерами размотаю но где там хотя ну что ж я на себя все поклепно вожу у меня получилось у меня у нас получилось размотать одну пасмочку превратить ее в клубочек но тоже результат правда ведь все надо делать не спеша в кайф и в удовольствие поэтому про дела вязальные что вязала что мотала я рассказала девенском ролике а сейчас вспоминаю как она обстоит встаю на вязальные рельсы я надеюсь что ненадолго потому что опять уеду в деревню но тем не менее повязать какое-то время мне придется потому что в городе ждут дела готовы работы они у меня есть они у меня есть это носочки и я сейчас о них расскажу я вообще люблю долго рассказывать о носках решила цель поставила сократить эти рассказы и говорить все покороче но вот про эти носки про эту пряжу я просто вынуждена вам кое-что рассказать речь идет о пряже вот об этой это носочная пряжа шикарной расцветки расцветка подходит как мужчине так и женщине детские носки можно связать я вообще подобные расцветки очень очень люблю они хороши сами по себе если вообще ничего не брать и не трогать да такие какие-то сдержанные расцветки в то же время мимо не пройдешь вот зелень свое дело до моей любимой серы и вот это вот черная не марка и если кто-то любит обвязать верхушку носочную до каким-то там я не знаю в цвет одним это все принимается это вы для как кто-то говорит что это лишнее для кого-то это здорово это все принимается я вам сказала что не буду делать носки одинаковые свяжу чумачечи где пряжа закончится там я буду начать носок вязать вот видимо пряжа это услышала сказал танюк за базар надо отвечать но я же сегодня скажу и всегда говорю это на данный момент и когда у меня связался носочек он мне очень понравился дело в том что вот пяточка получил с темненькая и масочек получился темные начала я вязать исключительно как вот моток начался так я и вязала ничего не отматывая связала носочек он мне очень очень понравился прям всем и тут я думаю ну что чем чумачечки вязать если пряжа осталось пряжи много. Единственное, единственное, я не поняла такого момента. Вот видите, темная, как долго эта секция длилась, да? И я как-то поняла, что, значит, темные секции, видимо, будут длиннее, чем зелененькие. Зелененькие вроде как одинаковые секции, серенькие. Но вот эта черненькая секция, которая началась, которая началась, она вот, ну, я сейчас уже... У меня вот эти вот отмотыши-то все, да? Которые тоже все уйдут в дело. Я ничего не выбрасываю. Еще бы чуть-чуть, она закончилась. Вот эта черная секция, которая началась после серого, она стала очевидна, не стала, а очевидна, она показывала моток, что не такая длинная. Она еще чуть-чуть и все. И вы знаете, еще такой вопрос у меня был. Если здесь после зеленого идет черный, то здесь после зеленого идет серый. Что-то я немножко запуталась. И вот такой длинной черной секции, я мотаю, 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 носок я больше нигде не вижу. И еще я не вижу момента, когда после серенького, здесь хоть чуть-чуть, но серенький, он же очевидно, четыре рядочка, после серенького идет зелененький. Какое бы я место ни нашла, в мотке, значит, далее. У меня везде после серенького шел черненький цвет. Откуда взялось вот это вот начало, я не знаю. И, знаете, уже к концу мотка, я говорю, может быть, надо было изнутри, сердцевинки. Я нашла, я нашла момент, то есть, на самом деле, это пряжа с такими интересными цветовыми узлов нет. Это очень важно. Сейчас я покажу второй носок. Узлов нет. Ну, что эта пряжа творит по цветам? Может быть, такой мне моточек, скажешь, чумачечий вязальщик, она тебе чумачечий сочетание цвета. Наконец-то я нашла момент, я прям выдохнула, где после серенькой шел зеленый цвет. Конечно, мне жалко было все это отматывать. Серенькой я отмотала очень-очень много. Вот. Это все я собираю. Вот у меня что осталось от пряжи. Это я еще, знаете, свяжу скорее всего паглинок. Мне почему-то кажется, пряжа протирается. Я не буду напрасно на нее возводить, но я свяжу паглинок, а как какой-нибудь серенький или зелененький основная часть. Так вот, значит, когда я нашла, очень обрадовалась. Наконец-то момент, где после серенькой идет зелененькая. Думаю, все, Тань, ну, ты же супервязальщица. Сделай одинаковые носочки. Уж он, правда, глянулся мне, глянулся этот носок. Там прям, где надо, черненькая. Что пачкает? Пятка да мысок. Нет, ну, все пачкается. Ну, так уж, вроде как. И я, и я, умненькая девочка, супервязальщица, скромная, стала вязать. Как мне было под, как сказать, подловчиться. Серый оставить ровно столько же, сколько здесь, ну, может быть, рядочком меньше, рядочком больше. Я была с собой горда. Думаю, сейчас, если больше, там где-то вот четыре ряда, и переходит уже в серый зеленый, и потом в зеленый. Ой, думаю, какая-то, Танька, молодец. Ну, сам не похвалишь, да? Похвалите вы. И такая, я прям вся вдохновение вижу, сверяю, сверяю, все подходит. Думаю, ну, а? И, значит, вяжу, вяжу, и где-то понимаю, а мне же надо носочки с собой держать, на какое ориентироваться-то. Ну, я вроде помню, помню, здесь столько рядиков, здесь столько рядиков, вот, 20 рядов, здесь у меня 30 рядов, здесь пяточка пошла. И понимаешь, что-то не то. Что-то не то. Я же как после зелененькой, черненькой должна вплоть до пятки идти. А я сижу на балконе, значит, это самое, телевизорик поставила, калякаю, там кто-то, или не калякает, слушаю, и смотрите, да, ой, уже, уже, уже распалилась. До этого момента все похоже, да. А потом, вы представляете, без каких-либо узлов, без каких-либо вообще, там, тук-тук, тань, внимание, да, никаких предупреждений мне не было. У меня резко, вот, видите, какие переходы здесь на пряжи, здесь что не переход? Вот на нормальном носке я посмотрю. У меня как это, один нормальный, один с приветом носочек получился. Видите переход? Здесь тоже зеленый в серый переход, серый в черный переход. А здесь, конечно, найти черный цвет, да, еще помотать, еще найти, мне ничего не стоило. Но я думаю, вот, это ведь знак, Татьяна. Как ты хотела вначале сразу связать их чумачечьями? На. Меня совершенно не смущает вот этот резкий переход. Но почему? Узла нет, узла нет. Если был узел, все, ну, понятно. Мало ли что в матке бывает. И я, а я же вижу, то на улице повяжу, то в доме, все, я как-то понимаю, что что-то не то. Тут не надо быть семипядей в албу, да? Я понимаю, что. И вот тут уже, ну, раз здесь так резко, вообще без перехода, если бы это было в носке один раз, вот этот вот резкий переход, то получается, что как будто она набирала, вот она, рукодельница, мастерица, пряжу, чтобы как-то что-то соткать. Ну, я решила поддержать этот резкий переход. Не стала я искать черный цвет, все. Думаю, сейчас, если я найду черный цвет, у меня здесь опять что-нибудь произойдет. Все. сказала Танюха Чумачевича, будут разные носки, пусть будут, тем более это мои. Это кто бы там понял, не понял, это мои носочки на крыльце какао пить. Значит, я тут тоже резко уже, а нет, вот тут, вот тут я резко оборвала и начала серенькую пяточку. Пяточка у меня здесь серенькая. А пусть будет одна пятка. Один серый, один черный, две веселых пятки. Почти по-русски. Вот. И, как сказать, связав пятку серую, я тут тоже уже поддержала, пусть тогда резко будет, не знаю для чего, но вот это вот раз уж было, не мной сделано, и здесь, как вот полосочек. И пошла. И дальше я пошла вязать, как оно шло. Как оно шло, так я пошла вязать. И вы смотрите, опять черный, опять серый здесь стал уходить, хотя здесь черный уходит в зеленый. Я не поняла, цвета в этом мотке совершенно, учитывая, уже восьмой раз говорю, что никаких узлов нет. Когда узелки, там оно понятно. И в итоге у меня получился один носочек вот такой. Он мне действительно нравится чуть больше. О, сейчас услышит, обидится и порвется быстрее. И вот этот. Он тоже очень красивый, прикольный носочек. Вот. Нет, может даже вот этот мне нравится больше. Не обижайся. Вот. Значит, носочки. 100-граммовый моток не ушел. Все, что осталось, я вам показала. Это прикольно. Я действительно, как писали, Таня, давно вы не вязали чумачечесть. Давно. Вот вам, пожалуйста. В общем, в общем, что хочу сказать о пряже. Пряжа тоньше, чем Ализе Супервош, по моим ощущениям. Хотя, здесь тоже 420 или 400, не помню. 400 метров на 100 грамм. Вроде как, должно быть, значит, получается потолще. Здесь ясно видно, что идет одна нитка шерсти и она как бы обвивается ниточкой, там чего, полиамида, что ли? Ну, синтетики-то. Да, полиамид. 75% шерсти, 25% полиамид. Вот на серый это хорошо заметно. Серый это шерсть, а вот эта вот какая-то коричневатая, рыжая, она что здесь идет в зеленый, что здесь в зеленый идет. Это ниточка полиамида. Они, кстати, так вот легко отделяются, их можно отделить. Если вдруг спица упала, у меня два раза падала, очень трудно набрать. Как-то, вы знаете, я первая, обычная шерсть такая послушная, покладистая, вот, а это очень трудно ее как бы потом собрать петли. Колковатая пряжа, она такая прям носочная. Мне кажется, даже колется, но я люблю колючую носочную пряжу, колется она даже больше, чем Ализе Супер Вош. Вот видите, покрутила в разные стороны и сразу две ниточки у меня получились. Вот. Когда стираешь, они немножко, это самое, наверное, может, мереносовая шерсть, что они как-то не запомнят-то. Супер Вош. Ну, это, я не знаю, они как, вроде на двоечке вязала, я на двоечке носки вязала очень долго. Это вот самые долгие, наверное, носки. И, казалось бы, какой-то прям какой-то мужской. А ну, я не расстраиваюсь. Мужской так мужской. Пусть. А потом тут-тук-тук-тук подсобрался в процессе, и петельки стали чуть-чуть, как сказать, поближе друг к другу, и мне стали нравиться после ВТО. Носочки даже лучше, чем до ВТО. Вот. Очень красит, очень красит черная пряжа. Пальцы буквально черные. Совершенно не красят зеленый и серый цвет. Когда их стираешь в прохладной воде. Вода вот истинно черная. Сколько бы не было, да, ну, мне, наверное, примерно одинаковых черных красок-то. Да, примерно одинаковых. Вода вот буквально истинно черная. Что стираешь, что полоскаешь, вот нет конца, когда эта чернота пройдет. Обработана она алоэ вера. Это у слада, говорят, рукам. Девочки, ну, она хорошо вяжется, все нормально. Очень трудно, вот почему-то петли убегают, когда... Я ж таскаюсь с собой, везде вот уйдет. А так тепленько. И тут носочки, кто любит тепленькие, тоненькие носочки, прям прелесть прелестная. Мне кажется, она еще будет пушиться. И то, что 7... Обычно ведь 25 шерсти, 75 полиамида. А вот у супервошечки и здесь 75 шерсти. Как бы опять не набрать. Да. И 25 полиамида. Они тепленькие. Носочки действительно тепленькие. Посмотрим. Это я себе оставлю. Будут протираться, не будут. Но это я уж к осени, в сезон. Потому что сейчас я туда навезла. На это носочных изделий есть в чем ходить. Все шкафы тоже забивать не хочется. Вот. И, значит, все, что осталось, я разберу на запчасти. Получится связать одинаковый паголинок? Хорошо. Не получится связать одинаковый паголинок? Пусть разненький, но все равно видно, что пряжа-то одна. Вот. Я рада, что познакомилась с этой пряжей. Но носки у меня все-таки, наверное, из-за величины паголинка высокого ушло. Больше. Я не могу сказать, что из-за мотка я связала бы две пары, как это порой бывает. Если паголинчик вот такой вот сделать, то можно связать. Нет, здесь я, видимо, большой паголинок сделала, прям хороший. Вот. И связала носочки. Мне пряжа понравилась. Понравилась. Просто любовь к супервошечке, она, наверное, так и останется. У меня навеки вечные. Но носки прикольные. И расцветка прикольная. Так вот вяжи, ни о чем не думай. Я не знаю, у меня так случайно моточек попался или такие сюрпризы ждать. О, как пятки красивые. Вообще, пятки мне нравятся. Вот. Я не знаю. Но мне очень-очень понравилось то, что получилось. Ирочка Брандт мне дарила эту пряжу. Огромное спасибо. Уйдут во вторые носочки. И это все про готовые работы. Переходим к процессам. Вы помните, какие они у меня? Два плечевых футболки. Одна из которых кольчушка. Моя кольчушка. Из хлопка со льном. Пряжу я уже не буду останавливаться на пряже. Да, есть отдельный ролик. Прекрасная турецкая пряжа. Кто любит грубые составы, я раньше не любила, всегда повторяю, пришла к этому. Это пятый моток. У меня связана одна, ну пусть передняя часть, да, это будет передняя часть, потому что моточки, которые остались, они все издерганы. Я же пока петли-то набрала, сколько мне надо, пока угодила в размер, очень много перепробовала. и у меня в одном мотке узлы, и у меня в одном мотке узлы, во втором мотке узлы, уж спинушка на меня не обидится, я все-таки все это издерганной мотки, пока найдешь правильный там какой-то путь, впущу на спинку. И может быть спинку сделаю, ну, на парочку петель. В общем так, если я буду спинку делать точь-в-точь, как я пока еще не решила, как переднюю часть, тогда я сделаю на пару петель поменьше. Если я вдруг решу V-образный вырез сделать на спине, чтобы была кольчушка перевертышем, хочешь, мы же с вами дружно решили лодочку сделать, вот, это вот, девочки, тут такие брушки будут встречаться, это у меня маркеры. Просто сколько я, 20 рядов, маркер, 20 рядов, маркер, 20 рядов, где он еще третий, маркер, и когда я связала 64 ряда, я стала делать скосы плеч. Меня, да, мысль закончу, значит, если я, где я потерялась, если я буду делать V-образную горловину, чтобы был перевертыш, можно носить лодочкой и так, то я сделаю это же количество петель. 94, девочки, я именно все вспомнила, я забыла все, как в прошлой жизни вообще все это. Надо было тоже в деревне взять. лодочка, а перевернешь, то есть спина вот такая V-образная, а перевернешь, можно V-образную здесь. Ну, скорее всего, скорее всего, я сделаю одинаковые вырезы. Вот, да, мне лодочка понравилась, здесь она под силой тяжести немножко просядет, видите, типа я просядет, а швов-то еще нет. Это простая кольчушка, вещь связанная платочной вязкой, связана неаккуратно, я вот как вяжу, так и вяжу, не стараюсь, да, пусть это будет такая рука, начинающая вязальщица, пусть петли плавают, скачут, танцуют, какие-то трезвые, какие-то пьяные, кривые, косы, мне все это нужно, вот в этой кольчушке мне все это нужно. Когда мне нужно петельки к петельке, я к этому стремлюсь. Это вот такой, знаете, смысл этой вещи, вот у меня, как она нарисовалась, сразу, как только я пряжу увидела, нарисовалась у меня такая вещь. И я хочу, ну, перетерплю я пару-тройку, пусть десяток комментариев, что связано неаккуратно, еще чуть-чуть, не то проходили. Что хочу сказать. Вот теперь, когда связана одна часть, и мне кажется, я путем прикладывания, у меня такая есть футболка, которая хорошо на мне сидит, и скосы плеч, и я старалась по ней. У меня просили на скосах плеча остановиться поподробнее. Девчата, вот у нас учитель домоводства у меня была великолепная. Кстати, мне говорили, как это делать красиво, чтобы не было, и не надо. Мне здесь, я еще вот оставляю, я еще додумаюсь, швы наружу сделать. Посмотрим. Посмотрим. У нас учитель домоводства учила, вы знаете, вроде как, я не помню, записывали мы или не записывали, но то, что вот отложилось в памяти, очень многие уроки. Это факт, без всяких записей. И она говорила, скосы плеч любят три парных движения. То есть, берете петельки, всего-то будет как бы шесть, раз, две, две петельки, три, три, четыре, четыре. Я, к примеру, там четыре, четыре, шесть, шесть, восемь, восемь. Ведь сколько петелек мы будем убирать, зависит исключительно от фасона, конечно, и от толщины пряжи. Одно дело взять, там, Ализе Суперлан и Макс, я, допустим, вяжу какую-то вещь, и взять там Ализе Тик, тот же тоненький. Конечно, все это будет зависеть. И здесь я тоже сделала первый шаг парный. Три, три, шесть, шесть, что ли. Ну, тогда, ведь люди считают сначала. Я залезла на Гроловину, у меня все-таки лодочка, сейчас я вот примерная граница лодочки-то возьму, вот, и чтобы даже чуть-чуть еще, ну, будь я посмелее, помоложе, поаккуратней, как вы говорите, плечик-то галить, да, все это кокетливо. Ну, это я, да, вот, если вязать такую кольчушку молодым девчушкам, кольчушку молодым девчушкам, да, вообще, нужно Гроловину делать огромное, чтобы у них там спустилось, а там скинулось, это правильно. Но я, тетенька, в общем, у меня будет, Гроловинка большая, да, но кокетливость буду проявлять в других местах в другое время. А здесь у меня будет такая вот, ну, хорошая максимальная лодочка. И вот это как бы, первая попытка мне не далась, дело не в парных. Я потом что-то плюнула, приложила на футболку, которая у меня хорошо идет, и как-то я по ней, вот просто этот скос нарисовала, впервые такое делаю, я обычно все примерком-примерком, меня что-то не устраивало. Я издергала этот скос плеча до такой степени, что прям даже извинялся перед нитками. Вот. Ну, вы знаете, эти пять мотков, теперь я точно знаю, что хватит. Мне на кольчушку, теперь еще пять мотков на спинке, я все переживала. Помните, мы даже с вами цвета подбирали. Мне же теперь та футболка хочется, как хорошо цвета-то подбирались, мне теперь уж и то хочется, и все мне хочется. Вот. Но нет, как изначально было, мы еще и накомбинируем, и хочу я быстрее связать. У меня все был затор, вот какую горловину сделать, надо рукава или не надо, вы мне помогли, Таня, выделась скос плеча, мне же надо на кого-то спихнуть. Понимаете, если хорошо получится, вы молодец. Нет, это я придумала, я молодец, если плохо, вот зачем мне так сказать. Ну, на самом деле, рукава я не делала, потому что мне пишут, Таня, платочка она вытянется, растянется, кто-то говорит, ничего подобного не растянется, хлопок сольнул. Но я вот, например, сделаю рукав какой-то, да, в смысле, прибавлю, а он куда-то уедет. С одной стороны, ничего страшного, я говорю, когда я первый раз вяжу, второй раз вязать из этой же пряжи, уже можно знать, насколько растянулось, сколько рядов. Вяжу я, кстати, на пятерке, она просвечивает, вот так вот, если посмотреть, она просвечивает. Но когда на белье, на телесное, все как надо, я люблю, это будет и воздух, и все, но эта вещица давно не была в моем гардеробе, такой вот брутальный, неаккуратный, связанный, как будто мне вот прям какая-то девочка лет 12 взяла, связала, хочешь, хочу. Вот, моя вещь, понимаете, когда-то вещь моя, она моя, я опять, а, да, простите, мысли путаются, я приложила, и вот я сейчас остановилась по той футболке, может быть, как-то можно было и парно это сделать, но тем не менее, я почему-то сделала 3, 4, 4, 5, 7. Хорошо, что я проговорила, пока помнишь, пока до второго дойду, я вот этот ролик посмотрю, я думаю, где-нибудь записываю, ничего не записываю, потому что думаю, это ряды по крутым маркам, посчитаю маркером, ну согласитесь, крутые же маркеры, вот, 64 ряда и начинается скос плеча, 3, 4, 5, 5, 7, мне, мне, это, ну, во всяком случае, пока не стирано там никакая, очень хорошо легло, вот точь-точь, как та футболочка, редко так, людям часто вяжут по своим футболкам, а я впервые, вот, ну, надо когда-то, может, какие сложные, расчетные буду вязать, когда, эти не обещают, я так думаю, на пенсию уйду, когда считать уже, не буду мочь, буду вязать по расчетам, ну, чьи-то буду покупать, мка, где я застряла, видите, у меня здесь вот такие бирюльки висят, это не красотульки, поверьте, это я когда знаю, что я уже ряд точно не дойду, не рискую, оставляю здесь, мне бы вот тут, конечно, вот, это же здесь рукав будет, вот это вот, конечно, мне лишнее, но без нее никак не обойтись, не здесь, так на другой стороне, пока я их, они мне мешаются, да, но я могу их оборвать, вот, это все оставлю, и даже не для бросовой нитки, это вот такой полуполучится, извините, такой хороший моточек, хлопка сольном, что куда-нибудь, а на другой стороне тоже, а на другой стороне, вообще малявистая, мы куда-нибудь с вами еще что-нибудь придумаем, почему я не обрываю, стирать нельзя, были праздники и так далее, кстати, со всеми вас прошедшими праздниками, стирать меня не допускали, нельзя, да я сама, что-то как-то это, выгодами становлюсь, ау, надо постирать, и если я на правильном пути, мне кажется, да, ну растянется длина немножко, сейчас длина идеальная, как раз до проб зоны, вот, если все будет как надо, ну если растянется немножко, я не буду привязывать, я ее просто потяну в сторону, мне в сторону нужно, знаете, вот сколько угодно она была, такая вот, как с чужого плеча, мне сюда, ну конечно платочку будет тянуть вверх, я хочу вот, мало того, они аккуратно связаны, так еще, что вот, кто любит вот так вот, вот так вот вязать, что напянула, вот эту вот, такую вещь я хочу, ну что это, ни форму, ни цвет, ни разу, хочу и буду, я, хорошо, что я научилась прислушаться к себе, и как только я пойму, что все хорошо село, тогда я эти чик-чик, все убираю, смело, но если, ой, я тут даже не хочется думать, если вдруг что-то не так, и мне придется распускать, чтобы уж у меня были все полноценные мотки, представьте, вот от одного мотка столько, от одного мотка столько, и когда я все, если, ну я надеюсь, это не будет, распущу, у меня будет пять полноценных моточков, я же буду заново, я пока эту кольчушку не свяжу, я не успокоюсь, вот, и поэтому я пока не отрываю, сейчас отрежешь, после стирки посмотришь, что-то не то, как сказать, распустишь, мало ли, мало ли, вот, чуть я долго сегодня об одной вещи рассказываю, соскучилось, наверное, по вам, по вам, ну и по вещам немножко, по вам, вот, значит, это штучки надо оставить, потому что именно присутствие на проймах вот таких вещей, меня вынудит как-то брутальненько, неаккуратненько обвязать крючком, это, конечно, много, но, а как я рассчитаю, вот, чтобы, с одной стороны, как бы много осталось, но с другой стороны, я уже вяжу, начинаю сквозь плечи, думаю, ой, сейчас вот мне довяжу ведь я, я не умею рассчитывать пряжу, но мне по длине уже хватит, вот, это не тот случай, когда извяжу всю пряжу, это я так могу рассуждать, на гольфиках, на носках, пагольных повыше, надо же пряжу извязать, здесь я не хочу этим руководствоваться, здесь мне не надо извязать всю пряжу, вот, пусть остается, я зато спокойненько, тут я не планирую обвязывать, но все посмотрю, как получится, а проймы, наверное, придется, единственное, что придется пройм, а все остатыши, все остатыши, можно использовать, да где угодно использовать, вот эти цвета, которые мы с вами говорили, белые, вот этот, и какой там еще, бурдовенький, мне настолько нравится, может быть, какую-то шляпу, панаму можно связать, или детскую вещичку, не знаю, в общем, у меня перец связан, мне надо постирать, и если будет зеленый цвет, все будет так, как я планирую, то я быстренько, быстренько свяжу спинку, там осталось два, что ли, нормальных мотка, остальные все уже, ну и что, зато лен, чем больше трепешь, тем он, это самое, мягче, а мне вот в кольчушке именно брутальности нравится, именно брутальности нравится, про это рассказал, второй процесс, у нас цвет, да, еще немножко подзагорю, я это делаю очень медленно, дозировано, у него там, хап, и вот этот цвет, где зелень борется с хаки, это, конечно, будет, ну, это вообще, помним, да, простая футболочка, просто на спине у нас будут вот такая вот, будут вот такая, будут пуговицы, на такой вот импровизированной планочке, я брала, считаю, что два мотка, потому что только-только моточек начинался, я не люблю вот брать с собой, когда смотрю, когда собираются, да, деревни, гости, это же дело каждого, начинают брать корзины, там какие-то пряжи, я же знаю, что это, ну, не свежу, не до этого будет, и я взяла, как бы начатый моток, и еще новенький, это хлопок, это шикарный хлопок, для новеньких я говорю, что есть отдельный ролик, он толстенький, и меня мотало из одной идеи в другую, потому что я сначала думала, что мне не хватит пряжи, восемь моточков, хотела серую, такой же артикул, серый у меня есть, подарка доброй фее, и потом мне показалось, что хватит, но сейчас, когда я, в общем, норму я в деревне выполнила, я вывезла, у нас с вами была встреча, где было прям вот тут вот, и вот здесь, понимаете, у нас, отсюда, до суда, два мотка, и кажется, мне теперь опять, что не хватает, но я уже серенькой не хочу, во-первых, сочетание зеленого и серого, мне раньше нравилось, сейчас у меня другой хочется, у меня даже была смелая идея, что-то с красненьким сделать, но в любом случае, я еще думала, почему она у меня лежала долго, какой-то теневой рисунок внизу делать, или еще что-то, когда косить начали, слышно, да, жара, трава, буду громче говорить, как на мотоцикле ездить, и я отказалась, и меня ведь эта пряжа вела, не делай ничего, потому что, если мне придется, а мне скорее всего придется, делать эффект, что из одной футболочки выглядывает другая, то, конечно, на ворот, на одной футболке, плюс выглядывание другой, выглядывание-то уже на ворот, это будет перебор, поэтому я, скорее всего, довяжу очень скромненько, вот с такой резинкой, тоже, саму футболку, хотя бы сантиметра три, и резиночка, маленькая, рукава, и потом я подумаю, какие торчалки, каким цветом, или смелым, контрастным, или таким же примерно, но худеньким, тоненькой пряжей, я все это сделаю, когда у меня так вещь идет, знаете, куда-то она меня ведет, остановись, Тань, вот здесь так, вот здесь эдак, это не просто так, это не просто так, и какой я цвет выберу, торчалками, чуть-чуть на рукавах, чуть-чуть в голове, и придется, наверное, из-за длины, вот все решит длина, мне осталось связать еще один моток, но я сейчас закончу рукава, закончу рукава, вот моточком, то есть два мотка у меня осталось, мотком, из которого я вязала образец, еще немножко над образцом поглумлюсь, в том плане, что отдам парком, изменит он свое, потому что хлопок вообще тяготеет к подсаживанию, но это особый хлопок, кто его знает, это такой вот хлопочек, шнурочек, я такой хлопок не видела, его не сравнить с хлопком, который вот просто скруточка, там еще что-то, это полый шнур, как-то прям даже как ленточка, он поглажен, ага, все видно, вот, ну, у меня есть отдельный ролик на эту пряжу, и я посмотрю, чтобы уж на целом изделием не издеваться, если оно будет чуть потоньше, даже хорошо, хотя и так вяжется на шестерке, как положено, когда пряжа совершенно неизвестна, я не начинаю тут от себя тяну, как там положено, так я и делаю, в общем, мне нравится, я так понимаю, мне осталось додумать, каким все-таки цветом вывязать торчалочки, и пусть они будут из пряжи чуть потоньше, чем это, контрастный лифтон, я подумаю, и именно торчалочки определят пуговицы, если вдруг, но это уже маловероятно, мне хватит пряжи без всякой, вот, два мотка, понимаете, надо было взять, я бы еще один моток извязала, тоже я закончила, и именно сбоку оставляю, здесь можно еще провязать сколько-то, но я именно в бок ввожу все узлы, кто может, посередине где-то как-то, не могу, не люблю, у меня все равно то получится аккуратно, то нет, и в середине, будь то спинушка, будь то передняя часть, я не оставляю все вот эти вот сбокулечки, тогда мне легко и свободно, в общем, маленечко посмотрю утюжком образец, он явно мягче, чем полотно, хотя одними тем же спицами, он явно, я-то не помню, изменил он свои размеры или нет, но я посмотрю, что с ним парочек, утюжочек сделать, а надо сначала посмотреть, можно ли утюг-то, то я сейчас, утюг можно, это самое, одна, так сказать, ну не жаркий утюжочек, парком, этикетчик посмотрел, так, довяжу рукава, вот из этого, пущу на длину, постираю, и посмотрю, если это останется, я даже не знаю, что мне больше хочется, просто пусть это останется, мне и однотонная футболка, это пойдет, у меня такая сумка есть, такая обувь есть, это вообще будет изумительно, когда не надо ни о чем думать, но она пока коротенькая-коротенькая, честно говоря, даже я, товарищ, который люблю коротенькие вещи, для меня это кратковато, вот, или, в общем, если останется, даже хватит пряжи, я свяжу такую вещь, это будет классно, тогда я такие же пуговицы найду, и пришью сюда просто пуговицы в тон, если какой-то будет другой цвет, я вам тоже расскажу, и обязательно покажу, вот какая она, она подросла, два моточка, с того момента, как вы видели, два моточка, вывязалась, добавилась, вот, она, понятно, что не будет оверсайзная, у меня вещей оверсайзных много, пусть она такая вот будет, пусть она такая будет, и если она будет коротенькая, но приличная длина, то это у меня будет такая, знаете, для бежевой юбки, я в этой юбке, я вообще не люблю, не то, что много вещей, вот есть какие-то базовые вещи, которые с года в год, мне кажется, даже я, вот, свои самые первые джемпера при открытии канала показывал в этой же юбке, и до сих пор, она такая прям ткань, сафари что ли, это или фасон сафари назывался, или ткань, какая-то такая грубая, мне кажется, снос нет, пока там где-нибудь ее не обляпываешь, чем-нибудь таким, который не остирывается, или там не заденешься, не дай бог, она будет служить, и вот этот цвет бежевый, вот к этому цвету очень-очень подходит, и этот будет такой прям очень хороший ансамбль, еще я говорю, у меня обувь таким цветом есть, и сумочек таким цветом есть, в общем, можно очень здорово пофорсить. Про процессы все, про планы, слово не люблю, про думки, у меня их, знаете, мульон, и, конечно же, они меняются, но вот я сейчас просто покажу, может быть, у кого-то что-то сейчас тоже мне нравится, когда мне пишут, ой, вот думать не думала, как посмотрела вас, да, и вспомнила, у меня ведь тоже вот это, вот это, можно что-то там с чем-то как-то, я совсем недавно, только-только, пошла убирать шкафчик свой, балконный пряжу, который получил из магазина Пакву, почему я здесь, во-первых, надо понаслаждаться, посмотреть, тем более, из, уже отнесла, из кольчуги вяжется, у меня, что еще-то, что-то я еще, а, пасмы перематываются потихоньку, по одной в месяц, но перематываются, там ниточка тоненькая, мне говорят, они, кто-то говорит, соедините с тонкой лиде, кто-то говорит, не соединяйте ни с чем, это будет уже не то, может быть, я рискну на какую-то вещь и тонкой ниточке, пусть себе, это дать такое созревание, как томат на ветке, созревают, вот, и я ждала девчонок, которые придут и посмотрят, нужно там ему, допустим, та же суперложечка, еще чего-то, у меня же вязальщица, одна сказала до осени, другая пришла, посмотрела, кое-что взяла, но не из этой посылки, а из моих, значит, других запасов, решила там себе что-то связать, себе детоньки, но я пока не убирала, говорю, девочки, приходите, смотрите, что нравится, что не нравится, и теперь можно убрать, все, мои вязальщицы рассмотрели, взяли кому что нужно, и я понесла суперложечку, значит, ну как, все пряжи в шкаф, закладываю я мотки в шкаф, и вот прям, ну, шкафчик такой длинненький, с одной стороны суперложечка, с другой лежит махерчик, махерчик от Газал, мой тоже махер-путешественник, я брала его в деревню, даже в фотосессии он участвовал, я же собиралась вязать паутинку, вот, так-то махер в упаковке, по-моему, было, Ярн 21 магазин, я оттуда брала на обзор, я собиралась в свою паутинку, уж больно благородный цвет, тем более цена-качество, вот этот махер, суперкид махер, значит, 22 полиамид, 31 супервош, 47 суперкид махер, да, не махер на шоке, конечно же, ну и цена, вот, неплохие отзывы, очень-очень неплохие отзывы о махере, но когда я паутинку соберусь, а я когда-нибудь соберусь, и возьму я махер, у меня есть еще махер, вот, отобразец, если что, и когда я увидела, когда я увидела, вместе эти две пряжи, что-то у меня перемкнуло, я пока просто положу рядом, возможно, я как-то положу, сейчас рядом подержу, и унесу опять в шкаф, но я все-таки вам скажу, если уж такие вот мои идеи, которые нет числа, кому-то где-то в чем-то помогают, то хочу паутинку прям загорюсь, то не хочу паутинку, вот, значит, что я надумала, убрала у шкафчик, называться убрала у шкафчик, Татьяна, смотрите, вы же только посмотрите, ой, слушайте, я не знаю, как у вас на носителях, у меня как будто цвет разный, это даже где-то с голубизной, сиреневатостью, а это такой, в общем, на моем носителе меняется, так на самом деле они дружат, да и так дружат оттенки, вот, просто сейчас еще, когда буду монтировать на компьютере, посмотрю, на телефоне, это как бы две разных планеты, ну и что, так как у меня этой пряжи много, и махер все-таки махер, да, можно задуматься о даже плечевом изделии, но это будет очень тепленькое плечевое изделие, я спрошу одного человека, надо будет ему или не надо, вот, если нет, я бы хотела мелочевки, честно говоря, повязать, да, махерой, могла быть паутинка, и все такое прочее, ну вы знаете, мне прям как заклина, я вот эту, значит, упаковочку укладываю, а рядом лежит упаковочка, вот сейчас она в корзиночке создает, как это, ну красоту создает, нашу инску, сегодня красота у нас такая, ее правда не видать, вот, я сейчас это поговорю, покажу, маточки махер, прелесть какая, вообще, газаловцы молодцы, газаловцы молодцы, о махере я слышала только самое хорошее, пока сама не работала, все собираюсь в паутинку, но я пока соберусь, и вы посмотрите, вот эти две ниточки, как они сдружились, как они сдружились между собой, они прям разные цвета, ну и что, разные, и носки хочу, это же будут царские носки, если резиночку вязать только супер-вошиной, а уже сам носок, допустим, и варежки хочу, опять же, резинку, можно зашкалить с варежек, я хочу мелочев, конечно, я сейчас очень многих разочаруюсь, опять она, она опять, она опять, она вообще и всегда-то вязала, что ей хочется, а уж сейчас она тем более будет вязать, что ей хочется, вот, лето наступало, ну наступает, наступила, а Таню что, летом раздирает вязать, правильно, позапрошлый год, прям варежки, летние варежки вязала, прям в плейлисте варежки, я про ютуб говорю, у меня там прям летние цветочки, варежки, а в прошлый год, лето в носках, коллекция, и вот я сейчас, это можно и шарф связать, это можно и шапочки, прям несколько, мне что-то хочется повязать, а может быть шарф, шапку и варежки, например, в общем, я поняла одно, что хочу соединить эти, вот, убирать даже пока не буду, если мое желание соединить эти две ниточки останется, не знаю в чем, девочки, не знаю, в жилетке, в варежке, в шапке, в шарфуле, не знаю, наверное, шарфуль вот из этого заодно, просто супервош, это моя любимочка, и моя любимочка, не только носочки вязать, а моя любимочка, вообще вязать все подряд, из нее, я ничего себе поделать не могу, вот, и тут вот они так вот, в общем, пойду, принесу корзиночку, плюшечки, ватрушечки мои, ну, один, естественно, издерганный, потому что образец, ну, а как без этого, а как без этого обойтись, а никак, в общем, в общем, далеко убирать не буду, нет, наверное, упаковки-то нет, с одной стороны, разлучать не хочу, я, наверное, ставлю здесь одну супервошечку, и одну махерочку, вообще разные цвета, но это же меня не остановит, так одинаковые цвета, так разные цвета, в общем, если что-то наплывет, то я буду вязать, вот сейчас только ролик закончится, И вот это др-р-р-р-р-р закончится. Ну, как вы меня научили, да? Звуки жизни. Это прекрасно, надо радоваться. У нас вообще очень хороший дворник. Вот он у нас. Я сейчас пойду прям на балкон дышать с кошечной травой. Мыслю закончу. В общем, я хочу какую-то коллекцию. Скорее всего варежки. Хотя одни носочки, может, не удержусь. Но можно коллекция варежки. Потому что, понимаете, в декабре и сесть вязать что-то, да, новогодние подарки. Это, ну, не успеешь за декабрь. А если вот так вот в июне раскачаться в мыслях, и если это не начнёт раздражать меня здесь, да, и я действительно не захочу убрать, а может быть, перебьёт какое-то другое. Не то, что раздражать, перебьёт, такое тоже бывает. Видите, я стала как умненькая девочка летом вязать из хлопка со льном, когда это такое было. Это вот я зимой обычно вязала или не вязала вообще. Вот, я что-то свяжу. Если, ну, как сказать, не пойдёт, не пойдёт, возможно, пойдёт позже, но мне понравилось вот это как-то. Я не думала, когда я заказывала Супербурж, я не думала. Я думала, моточек возьмёт меня Иришка, моточек Наташка снять и останется. Вот, а тут даже плечевой можно, тут даже плечевой можно. Посмотрим. Как-то вот я этим загорелась. И паутинка, которая тоже когда-то загоралась, ушла на задний план. То есть сейчас посмотрит, скажет, ой, точно, а у меня Супервожечка лежит, голубенькая, и голубенький махерчик, да, и что-то связать. Ну, это будет здорово. Те же варежки, говорю, резинка просто, а тёпленькая часть, ладошка, как это называется у варежки, часть основная с махерчиком, а пальчик просто. Это же, это же такая красота, это же такая красота. Вот. В общем, посмотрим. Шапка вообще изумительная. Таню куда-то понесло. Вот Тане надо сначала довязать кольчушку. Если я действительно когда свяжу, тогда и свяжу, не поздно. Вот кольчушка я хочу носить. Она мне прям вот, ну, просится. Поэтому буду вязать кольчушку, смотреть на вот эти моточки, что-то там себе фантазировать. Если после кольчушки уведёт какую-то другую летнюю вещь, я с огромным удовольствием начну. Подожду, до зимы ещё долго. Но если я начну вязать, это будет правильно. Это будет правильно. В июне созревает мысль, в июле как-то начнёшь что-то делать. В августе уже посмотришь, ага, две пары лежат, как здорово. В сентябре уже осень, уже все будут об этом. Но к концу уж точно после сбора урожая поговаривать о носочках и варежках, там о шахульках и шарфульках. В октябре этот разговор станет более актуален. В октябре вообще всё про Новый год говорить. А у меня уже подарочки готовы. Только упаковывай. Ну, в декабре, конечно, без этого никак. Тоже начнёшь что-то там вязать, копилка нет мороза, ещё что-то. Но за 1 декабря не успеешься за всем, кого ты хочешь одарить. Так что вот какие-то у меня такие мысли, девчата. Я вам пока только просто делюсь. Кого-то вдохновлю хорошо. Ну, конечно, нормальные люди сейчас вяжут летние. Но у нас ненормальных тоже много, судя по вашим комментариям. Ненормальных у нас тоже. Ну, в хорошем смысле, ненормальных. Тоже очень много. Хватат. Нас тоже хватат. Так, ну что ж, по завершению ролика я хочу ответить на вопрос. Добрые зрительницы. Значит, пишет мне ник «Дело в людях». Как зовут? Как зовут? Прости. Значит, и цветы, плоды, песни. Так, это про деревню. Добрые-добрые слова. И в конце. Татьяна, уж черкните, да расскажите, пожалуйста, что чипец такой дивный белый с рюшами. Значит, что за чипец такой белый, да с рюшами, значит, а с рюшаю. Ой, как хорошо сказано. Я вас обожаю, девчонки. Кстати, вот говор, да. Что вы коверкаете слова? Кто-то, видите, поддорживает меня. Поддорживает и поддорживает. Значит, чипец с рюшами. Я сказала, что на следующий ролик обязательно расскажу. Собираясь в деревню, я знаю, чтобы не напекло головушку, да, во-первых. А нет, это во-вторых. Во-вторых, чтобы не напекло голову. Пусть печет, я в тени посижу. А я знаю, что с моей прической будет на второй день. Вроде все, там, пожалуйста, фен, пожалуйста, лак, пожалуйста. Ну, я не знаю, у меня что-то с головой. Я надо прикрывать, надо красоту создавать другую. Это не чипец с рюшами, вернее, это чипец с рюшами, что иное, как косынка. Я, опять же, показываю, я привезла, еще ничего из деревни не стирала. Привезла из деревни, еще ничего не стирала, потому что, ну, нельзя было. Вот сегодня первый день, когда можно. Значит, вот они, рюши. Это, как это, шитье, да? Шитье. Так, наверное, видно. Когда я работала, еще давно-давно, когда я работала, я шла с работы, когда родители стали старенькими-старенькими, я по первому зову, в общем-то, должна к ним прийти. У меня была подруженька, сейчас есть подруженька Михайловна. И вот так как у нас здание МЧС было новое, мы переехали в новое здание, вернее, я пришла, когда только-только переехали, там год еще не прошло. И нам сказали завтра прийти всем с головным убором, потому что вызовут батюшку, будут освещать. Мне нравится, что, ну, как к этому относятся, можно по-разному, вернее, к этому по-разному относиться. Но нам сказано, во столько собираемся в актовом зале, потому что все это будет, все-все-все здания, уголочки и нас в том числе будут. Ну, вот мы все пришли, да, женщина в платочке. Я не могла оторвать глаз от платка Михайловны. Михайловна, привет, если смотришь. Она была вот в подобном платочке. Я прям говорю, хоть Ленка, тебя снимай и себе, я хочу такой платок. А я же люблю, у меня все платки идут. Давай, я говорю, тебе три косыночки, четыре косыночки, пять. Я говорю, голубой твоток, шкурозовый, только дай мне это вот это. Тань, я еду в Дивеево, я покупала в Дивеево, каждое лето еду в Дивеево. И там вот продают такие, это самое, платочки. Я тебе, говорит, куплю. Перетерпи лето, говорит, в отпуск уйду. Ну, я же, я же терпеливая. Вот, и она съездила в Дивеево. И после отпуска, я уходила в отпуск, она пришла. Она мне вручает эту косынку. Вот, и с тех пор, я ей уже сколько лет, я сколько лет уже не работаю, сколько ей лет. Все, это моя любименькая косынка. Я единственное, видите, загибаю. Не знаю почему, то ли мне так вот удобнее, то ли как. Вот, и завязываю, когда я завязываю. Как это называется? Не капусты, вилочком сзади. Вот, обязательно надо поднять здесь все. Вот. И вожу вас в заблуждение, что у меня энд чапец рюшает. Девчонка, косынка. А милейшая женщина, Тамара Петровна, увидев меня в платочке, говорит, ой, у меня таких косынок, и Татьяна, сколько есть. Но они не модные, не модные. Они уж давнишние, у которых лет 20, у которых 25. Я как узнала, я пока их не видела. В следующий раз я косынку свою не возьму, типа забыла. Нет, я шучу. Вот, и она эта самая. Если будешь носить, носи. Конечно буду, конечно буду. И вы представляете косынки, которые лет 25, или там платочек 25. Опять-то я еще покажу вам головные уборы-то. Надеюсь, очень. Вот. И я не знала как-то. Я все свое ношу. Что он там занимает косынка, сколько? А место-то. Так что в головных уборах вы меня еще не раз увидите. И теперь я говорю, как здорово. Это ретро. Это же, говорю, особый шик, фишка. Да не модные они. Еще что-то. Я говорю, это ретро. Это самое модное. Это самое прекрасное. Я еще молода, говорит, была носила. То, что надо. То, что надо. Так что у меня головные уборы все идут. Абсолютно все. Я обожаю. Так. И закончить сегодняшний ролик. Я хочу цветочками. Во-первых, пожелать всем лета, конечно же. В городе ли вы, на даче, на морюшке. Сейчас кто где. Кто где. Красоту можно найти абсолютно. Только захотеть. И посмотрите, какой красотой делится со мной девчонки. Я все показать не могу. Вот этот редчайший сорт на мой. Я правильно называю петунию? Просто Йоси написала. А это мои красотки. Я такой сорт петуний. Сейчас по рынкам хожу, а все глаза я не видела. Посмотрите, девочки, какая красота. Красотки уж красотки. Это действительно огромное спасибо. Я вот сейчас вставлю сюда эти цветочки. Как, я не знаю, как символ начинающего лета, который очень быстро проходит. Как просто какое-то яркое пятнышко, которое сейчас кого-то смотивирует. Встать, может быть, переодеть футболку поярче. Может быть, накрасить губочки. Может быть, пойти прорыхлить грядочки. Неважно. Нас мотивирует пару вещей, о которых даже и не подумаешь. Может, на кого-то ленца напала. Ленитесь. Ленитесь тоже нужно и можно. А кто-то вот сейчас встану и пойду. Помою пол. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот сейчас, такая красота. Потому что на красоту же мы создаем. Мы создаем. Вернее, природа создаёт. Мы помогаем, не мешаем. Или мы создаём. Лишь бы не мешать природе. Я даже не знаю. В общем, мы с природой создаём. Главное природе не мешать. И вот такая красота. Спасибо вам огромное. Я вообще, как сказать, человек не то, что равнодушный. Ну, вроде цветы. Я люблю цветы. А некоторых прям вау. Я люблю простые полевые цветы. Я обожаю. Это далеко не простые полевые. Но расцветка, расцветка, она меня, как это сказать, ну, заворожила. Я на эти петуньи могу смотреть вечно. У нас тут петуньи в этом году плохо идут. Ну, ничего страшного, с чёпота нет. Резать мне их жалко, чтобы пустился. Какие-то там удобрения специальные. Я подноторею. Красоту нам ленту присылаю девчата. Огромное-огромное всем спасибо. Если длинный ролик получился, уж вы извините. Посидели. Я попробую ложиться полчаса, чтобы всем было хорошо. На этом я заканчиваю. Пойду, значит, сделаю все домашние... Нет, сначала ролик смонтирую. Смонтирую ролик, сделаю все домашние дела, которые нельзя было делать в празднике. И повяжу. Хочу закончить, я кольчушку. Прям я её хочу. Нутром уже хочу. Такое у меня редко бывает. Значит, будет. Значит, будет. Огромное спасибо за внимание, мой добрый зритель. И до новых встреч. А они обязательно будут. Субтитры сделал DimaTorzok